Всесоюзной пионерской организации, которая объединяла детей, исполняется 100 лет. В советском прошлом стать примером для всех ребят мечтал каждый школьник. Это было почетно. Ветераны пионерского движения и сегодня вспоминают те годы с ностальгией. Такие галстуки были в почете. Конечно, стать пионером – это очень торжественная была вообще ситуация. И завязывать галстук нужно было правильно. Вот сейчас завязываю, а самой руки трясутся вспомнить. Алый галстук стал символом счастливого детства для многих поколений советских людей. В музее Люберецкой средней школы номер 11 можно увидеть и другую атрибутику пионерии. Учитель истории, а в прошлом пионер-вожатая Галина Черепонюк, пионерское детство и юность вспоминает с волнением. Знамя пионерской дружины нашей школы. Вот оно вот шелковое, с вышитыми буквами. Ученик, который вступил в пионерскую организацию, давал торжественное обещание. Галину Черепонюк приняли в пионеры, когда она училась в третьем классе. Это было больше 50 лет назад. Но девиз пионеров помнит, как сейчас. К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза «Будь готов», пионеры отвечали «Всегда готов». Пионер всегда протягивал руку помощи. Нину Конурину, одну из первых среди одноклассников, приняли в пионеры. Отличная успеваемость в учебе и общественная работа давали такое право. Перелистывая старый альбом, она с гордостью называет имена пионеров-героев и вспоминает, чем жил ее отряд. Сборы макулатуры, сборы металлолома, слеты, на которых мы завоевали первые места. Сначала было обидно, что кто-то нас обыгрывает. Ой, как обидно. Но я всегда думала, а я могу лучше. Я это сделаю лучше. И для меня словом «закон» было слово «надо». Пионеры всегда были при деле, а примером для них были вожатые. Каждый год, 19 мая, Нина Владимировна с гордостью надевает почетный знак Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Первые места на пионерских слетах оценили старшие товарищи. На полувековой юбилей пионерии в Центральном комитете ВЛКСМ первый секретарь Евгений Тяжельников вручил Нине Конуриной награду. Волновалась очень, потому что я знала, что в нашем районе таким знаком награжден только Саша Шабанов. Это секретарь горкома комсомола. И больше никого не было. И когда мне его вручили, я невероятно горда была. Общественное признание было для активистов стимулом к покорению новых вершин. От пионервожаты до директора. Зинаида Новичкова посвятила Люберецкой школе номер один всю свою жизнь. Для неё слова «пионерия» и детство – синонимы. Мы ждали, когда нас примут в пионеры, на сборе обсуждали, кто достоин, кто недостоин. Пионерская организация – это система работы по воспитанию человека, который умел анализировать себя, соизмерять свою жизнь, жизнь и общество, в котором находится. Законы пионеров учили школьников быть прилежными, слушать и почитать старших. Особое уважение вызывали ребята, которые участвовали в Тимуровском движении, а значит, помогали всем, кто нуждается. В России сейчас много общественных организаций, но нет той, которая объединяла бы всех детей. Нужно детей учить быть людьми. Мы воспитываем сейчас не общественных людей, мы воспитываем индивидуалистов. И получает школа от этого отрицательные уроки, когда никому нет дела друг до друга, когда все в гонке за благами и обеспеченностью в жизни. Для одних пионерия – это туристические слёты и игра «Зарница», для других – пионерские лагеря с походами и песнями у костра. Но для любого советского школьника детская организация – это жизнь в команде, где каждый становится немного лучше и добрее. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.